Итак, друзья, всем привет! С вами Георгий, добро пожаловать на мой канал о редких растениях и суккулентах Раритет. И сегодня я хочу подвести итог своего опыта по выращиванию ичеверии, ихеверии на максимум. Ну, ичеверии буду говорить, буду, когда говорить ихеверии, вы привыкнете уже, что можно говорить и так, и сяк, потому что ичеверия это английская транскрипция, а ихеверия латинская. Но когда все доброжелательно друг друга настроены, все понимают, о чем речь, поэтому здесь не должно быть проблем. Мы говорим сегодня о капустах. Честно говоря, мои ощущения, что за этот год я их навыращивался на максимум, и больше я их не захочу выращивать на максимум какое-то время. Расскажу о самых больших. У меня есть рулеточка, подведение житогов. Я, конечно, затянул немного, они уже начали терять свои яркие окраски, потому что уже ноябрь, уже заканчивается первая неделя ноября, и они зеленеют, солнышка в Подмосковье нету, но замеряем размер. Размер сохранен, все хорошо. Расскажу о плюсах-минусах, которые я увидел при таком интенсивном выращивании. Ну и вообще поделюсь впечатлением. Впечатление, конечно, у меня первое такое, вау, все, я нарастился, что я сделал. Это какая-то марсианская капуста, и ребята, друзья, кто ко мне в гости приходит, даже не связанный с цветами, они такие, вау, Георгий, а что это такое? Это как вообще такое мы никогда не видели? Или это какая-то капуста просто нереально гигантская? И здесь я сейчас вот постою, померяю все это дело. Просто рулеточкой вот здесь, перед камерой, да, потом возьму камеру и вам поближе все это покажу, как оно выглядит, и что с ним стало, и будете делать сами выводы. Хотите вы такое вырастите когда-то, увидите или нет? Опять же, дело вкуса. Кому-то нравятся красулы, кому-то адениумы, кому-то эхиверия, кому-то гастерий, хаворти, алоэ и так далее. Вот мне нравится все, периодически в жизни я перебираю разные группы, поэтому в этом году на максимум я выращивал эхиверия. В соответственной мере, я уже рассказывал, что тазик, в который они посажены, объем 6,5 литров и диаметром 31 сантиметр. Ну вот это вот малышка Паттиадрес. Сейчас мы ее померяем. Берем и от листика одного до листика другого. Вот 50 сантиметров. Ну, вам, наверное, не очень видно оттуда. Я поставил камеру, чтобы был максимально просто видный обзор, что их много, я не одну выращивал, а несколько десятков, наверное. Вот, пожалуйста, 50 сантиметров. Это, наверное, один из рекордсменов. Я боюсь их вот сейчас вынимать, потому что обратно не поставишь. Они уже сошлись листьями, хотя я плотно их старался не ставить, старался, чтобы оставалось пространство. Я думаю, что 50 сантиметров – это средний размер. Ну вот это тоже где-то 48 получается, если разные сорта брать. Так, рагомаффин. Хотел рагомаффин. Это мой самый большой рагомаффин, потому что у меня там еще стоят. Померяем этот под рукой и выведем какой-то средний размер. Это 43 сантиметра рагомаффин в диаметре 43 сантиметра. Вот такие замечательные у него наросты. Если вы видите, ау, вот минусы их, что грунт очень легкий. Я использовал торфяной грунт с пеностеклом и перлитом, да, на основе торфа. Растение нарастает голова, она тяжелая и, соответственно, может заваливаться. Где, видите, пустое место, оттуда растение упало, я его просто переставил. И со временем некоторые из них образуют стебель. Вот такой вот он большой, толстый. Ну, тоже вам, наверное, не видно. В общем, не суть. Сейчас я замеры проведу и пойду все вам детальнее показывать. Так, что еще померить? Что-то поменьше. Г-г-г. Некоторые разделились на несколько розеток и дали очень много деток. Вот, например, вот этот лингвас, он вместо того, чтобы... Ну, он разогнал и большую голову. Так, третьей руки не хватает, как всегда. И да, он несколько детей. Что, в общем... Так, Георгий производит замер. Ну, 42. 42 сантиметра в диаметре может быть лингвас. Вот у нас тут еще валентайн. Прекрасный совершенно. Мерим. 45. Ну, по минимуму 45 сантиметров валентайн. Доставать не буду, потому что ломкий, хрупкий. Ну, вот, наверное, еще у нас здесь, что эти поделились. Вот гигантея у нас тут есть. Не знаю, уже там в камеру я подаю или нет. Гигантея. 56 сантиметров в диаметре. Вот. Наверное, тогда сейчас я возьму камеру и вам покажу что-то еще интереснее. Вот еще у меня есть тут. Очень интересно. Это не совсем лопуха вот этот вот, который быстро растет. А это гибрид на основе агавоидов. Называется Pink Champagne. Корейский гибрид. Но она не выросла за пределы таза. Ну, нет, чуть-чуть выросла. Таз 30 сантиметров. Соответственно, растение... Растение у нас где-то 28. Вот, будьте любезны, 28 сантиметров. Но я ее сажал, честно скажу, не прям совсем козявку, а где-то она уже сантиметров 15-деметре была. То есть в два раза практически она наросла. Также по агавоидным, по вот плотной посадке у меня что-то есть. Я вам сейчас все покажу. И вот я поменял ракурс. И сейчас быстренько пройдемся, посмотрим на все это хозяйство, как оно сейчас в ноябре выглядит. Но, честно скажу вам, оно выглядит уже не очень. По моему субъективному просто взгляду, по моей оценке. В первую очередь, потому что не хватает света, а грунт заточен на интенсивное выращивание, он влагоемкий, не успевает что-то просыхать, остается излишняя влага. И они, хочешь не хочешь, пьют больше и теряют цвет. Начинают, ну не то что тянуться, но зеленеть, терять свои красивые пигменты и выглядеть вот так. Если бы я использовал досветку, конечно, так бы не происходило. Но я не хочу использовать досветку, для меня это все был эксперимент. Чисто было просто интересно посмотреть, что они могут. Дальше, как распорядиться этими растениями, я еще не решил. Но, скорее всего, перечеренгую, может быть, вообще от этой группы избавлюсь. Потому что, ну, вырастил, все хотелось, сделал, какое-то количество, всю теплицу я им засаживать не собираюсь. Какой-то питомник их делать я тоже не собираюсь. Они занимают много места, они требуют очень много внимания. В том плане, что постоянно обсыхают листья, нужно постоянно обирать. Если ты этого не делаешь, они начинают снизу гнить. По крайней мере, могут, особенно во влагоемком грунте. Ну, в общем, это скорее игра на интерес было, нежели на сделать экспозицию, условно говоря, и на годы. Такого не получится. С ними постоянно нужно держать руку на пульте. К тому же, они образуются временем в стебель. Вот эту палку кому-то нравится, кому-то нет. Вот Иван в Корее увидел эту змею с маленькими розетками. Понятно, что если бы вот так ее выращивать, это была бы огромная розетка. Красивая, жирная, вся в рюшах и в наростах. Но если ее вот так вот зажаривать, она растет палкой и получается что-то странное. Дело вкуса, опять же. Но если ты погружен в группу, знаешь, какие они должны быть на максималках, ты такого уже не хочешь. А хочешь одну здоровенную розетку. Поэтому вот такая вот история. Сами все видите. Вот она начала тянуться, моя здоровенная агавоидов. Тоже тазик 31 сантиметр. Ну, представьте, вот это обычный лепстик, короче, что вот может это быть. Еще один момент. Я уезжал на неделю, ну, соответственно, там теплица работала на автоматике. И было недостаточно проветра, не повысилась влажность. И на некоторых эхивериях образовалась плесень, грибок. Об этом тоже есть видео на канале, как образуется грибок, почему суккуленты гниют, как их лечить, что с этим делать. Мои действия сейчас, это я беру, заряжаю опрыскиватель с фунгицидом. И, соответственно, вообще все обрабатываю, всю коллекцию. Я туда еще добавлю и инсекцицид, как профилактическую какую-то обработку. Ну, и, в принципе, теплица открыта, рядом лес всегда что-то залетает. Можно найти что угодно. Поэтому химии много. И я стараюсь не чистить, но хотя бы раз-два в год профилактически я это делаю, даже если я не вижу каких-то вредителей. Вот такие вот дела. А фунгицид сейчас это просто, чтобы их подержать. Ну, и какие-то подлечить, потому что некоторые розетки есть, которые вот при такой плотной посадке, как вот в этом тазике. Вот видно, она рассыпалась, ее грибок пожрал хорошо. На листе образуется плесень. Опять же, это наблюдается чаще у растений, которые выращены в жирном грунте, очень плодородном. Вот в этом торфе у них большое количество в этом грунте содержания азота. Соответственно, ткани скуленты получаются более рыхлые, а при недостатке света они начинают подтягиваться и, соответственно, поражаться какими-то грибками, плеснями всей этой истории. Я к этому морально был, в принципе, готов, потому что, ну, вот так вот может быть. То есть, те же красулы, например, которые у меня растут в моем грунте замешанном, или те же хеверии, которые растут в грунте, которые я намешал, этого нету. В минералке этого, ну, практически нет. То есть, если там уж совсем ошибки выходят, и люто залью. А здесь может быть, что он вот так вот на розетке аж нарастает. Видите, белый налет? Это грибок. Ну, если обработать фунгицидом, подсушить и хорошо проветривать теплицу, тогда все это проходит. Ну, в крайнем случае, растают новые листья, даже если ты не поливаешь за счет того, ну, за счет той влаги, сока и силы, которая содержится уже в самом растении. Просто она мелкая, получается, сверху, а нижние, все больные листья, они отваливаются или отсыхают. Причем у меня было так интересно, что у меня даже видео есть на канале, огромная вот розетка ичеверия ичихуахуэнзис. Она вообще вся этим мхом покрылась, всей этой плесенью. Это было вообще, я думаю, ну все, выброшу, типа, ну, ради интереса я это оставил. И гнилые листья, стебель, то есть не сгнил, получается, подгнил частично, да, а листья сгнившие, они просто отсохли, отвалились со временем, ты ее просушиваешь. И растение сработало его иммунитет, оно дало просто много детей, много голов, и макушка продолжила тоже расти. А старые эти листья подгнившие, они просто засохли, осыпались. Вы осенью подойдите к любому дереву, вот к грезе какой-нибудь, который начинает листопадить, и присмотритесь на листья, которые на этом растении. Вы увидите, что там тоже полно грибов, полно пятен, полно всего. Ну, соответственно, листопадным растениям это вообще не критично, а всяким вот ичевериям, конечно, их внешний вид это все сильно портится. Поэтому вот такая вот история. На подсветке, опять же, повторюсь, у меня сейчас над ними, вот над этой всей коллекцией висели лампы, и я это досвечивал активно там по 12-10 часов в день мощными какими-то рефлексами, натриями, зеркалками, и этого бы ничего не было. Потому что у растений был такой же высокий иммунитет, они получали достаточно света, и метаболизм работал бы совсем по-другому. Но когда у тебя высокая влажность повышается, температура понижается, риск возникновения вот этих всех проблем, он велик. Но я не считаю, что это проблемы какие-то особые, это просто вот такая ситуация, часть хобби. Поэтому растения, кстати, тоже они чувствуют, ну или не чувствуют, не знаю, меняются какие-то условия, и когда тебя рядом нет, ты быстро на это не реагируешь, можешь вот это вот, их обсыпать, грубо говоря, особенно вот такие нежные, у которых там есть какие-то проблемы, которые разогнут, у которых там мягкие ткани вот эти переросшие все, они могут вот так среагировать, потому что каким-то кактусом или тем же краслом я вот, ну как бы никаких таких проблем вообще у них не наблюдал. Но я их и не сажал в торфяной грунт, вот в такой очень плодородный, на вырост, поэтому, соответственно, иммунитет у них намного лучше, и растут они медленнее. Но здесь уж сами решайте, я уже это не предстаю повторять. Хотите быстрый результат или хотите качество, но в идеале, конечно, какой-то баланс ловить. Я пытаюсь вот и так, и сяк, мне это интересно в первую очередь. Подходим к интересному экземпляру. Вот такая палочка наросла за сезон. И корни у нее такие, вот я думаю, даже из тазика ее могу вытащить. Вот как это выглядит, если вам интересно. Корни оплели весь субстрат. Тут сетка снизу, и таз, соответственно, там дренажное отверстие просверлено. Вот, видите, уже торф начинает он как бы ссыхаться, да, вот этот грунт, его потом и сложнее размочить, поэтому я говорю, что вот такой опыт, это одноразовая история. И как бы вот так. Попробовали, поигрались, и если есть желание, можно всю эту весну перечеренковать, сохранить и посадить заново. Либо просто как бы на размножение они пойдут, их просто можно перечеренковать, получить с пеньков еще детей кучу. Вот, а держать на постоянку, это как ионим, там, они израстаются, постоянно нужно все это черенковать, обновлять, но ионим еще хотя бы деревом, получается, растет, да, как вот этот. Sunburst, тоже в тазу 31 сантиметр, вот такой вот прекрасный экземплярчик, много голов, крестаты. Это у меня вообще изначально получилось крестатом на некрестатном экземпляре, поэтому она такая крупная из крестаты, чтобы вот вырастить такой, у него была мощная нога, которая толстеет, его держит стебель. Довольно редко получается, а это получилось, что он вот такой крупный, большой и держит себя сам. Мне очень нравится, я сделал несколько черенков, вот у меня один, второй, а материнский экземпляр где-то в другом месте. В общем, по ичвериям я думаю, что мой гештальт полностью закрыт, больше интереса их разгонять, качать особо нет у меня лично. Опять же, на какое-то время, может быть, а потом я к этой группе, может быть, и вернусь. Но даже если взять, вот интересно, это у нас, так ладно, вылетела из головы канкан в регатной вроде, позеленела голова весной, она тоже мощно нарастала, я срезал, вот такие огромные дети получились за лето, нарастают. Ну, опять же, там с хорошим цветом, вот сколько, одна розетка, а другая пожелтела полностью, остальные две зеленые, еще несколько зеленых я убирал с нее. Поэтому тоже с в регатности у них такая себе история. Я хотел найти еще здоровенную агавоидос в регатную, но сильно здоровенную у меня не выросла. Наверное, самый большой минус, что они быстро теряют цвета именно в торфяном грунте, и получается, ну вот, просто большие зеленые. Вот она, агавоидос у меня выросла такая в регатную. Сажалась она, наверное, сантиметров там, ну максимум 9 в диаметре. Здесь же у нас вот выросла каруселька такая. Ну, каруселька может быть еще больше, я просто, она была мелкая, я запихнул ее, запихнул ее в композицию. Вот такие вот дела. Ну что, друзья, на этом мой эксперимент по выращиванию гигантских эхиверий подходит к концу. Результаты я вам все показал, плюсы и минусы озвучил. Рейндропс еще покажу. Рейндропс. Вот такой может быть рейндропс. Надеюсь, видно вам. Просто, ну вот, что можно вырастить в Подмосковье, имея навыки в растеневодстве и работе с растениями. Интересно? Мне было, безусловно, интересно. На постоянку я точно нет, потому что лучше я на это место какие-то алоэ поставлю. Ну, вот, ладно, не буду об этом философствовать. Поэтому все, наверное. До новых встреч в эфире. Всем пока.